Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну вот, мы вместе посмотрели сюжет, да, вот, в России одиночные пикеты не запрещены законом, но, как видим, да, пикет пикету розней. Вот даже плакат с изображением кота Леопольда, это уже повод для задержания. А вот, как вы полагаете, почему вот эти пикеты, да, они так и не стали массовыми, да, почему даже вот матери, чьих детей забрали на убой в путинскую армию, они предпочитают не выходить на улицы, а вот записывать обращение к тому же Путину, к Шойгу? Вы знаете, в стране, где нет права, соответственно, оно и не работает, потому что у них и одиночные пикеты не запрещены, с другой стороны, у них частные военные компании не предусмотрены законом, но они размножаются как грибы. То есть говорить о праве в данном случае вообще не приходится, потому что критерий тут один, верность Рейху, ну, в данном случае Владимиру Путину. Почему они разгоняют этих людей, которые с этими скромными надписями «Нет войне» выходят на улицы российских городов? Во-первых, с одной стороны, этих людей считают сами россияне прокаженными, а с другой стороны, это говорит о том, что нет вот этой вот уверенности в том, что все действительно поддерживают маньяка, как говорят об этом соответствующие соцопросы. Но если отвечать на ваш вопрос, вот почему не выходят? Ну, они даже после гибели своих детей не выходят, часто поддерживают это. То есть, мне кажется, главный критерий – это страх. Второй момент – страх, который они обосновывают тезисом «начальству видней», «значит, так надо», ну и НАТО, в принципе, расширяется, об этом тоже не надо забывать. Ну вот, наверное, в первую очередь это страх, а во-вторых, что за эти 20 с хвостиком лет президентства Путина он создал абсолютно фашистское государство, где поддерживается эта война. Да, поддерживается. Они, если и поделились в своей массе, то на две половины. Те, кто недовольны, что никак не победят Украину, быстрее бы и победить. А вторая половина думает, что ее надо полностью уничтожить. Ну, вот такие вот у нас соседи, но у нас есть армия, поэтому мы с ними разберемся. Ну вот, в продолжение темы, да, Алексея Маскалева, чья дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок, вчера приговорили к двум годам колонии. Вот эта история из Тульской области, там шестиклассница Маша на уроке из ООН нарисовала рисунок, нет войны, да. И вот как развивалась история. Учительница побежала к директору, директор вызвала полицию. В результате, вот, отца арестовали, а девочку отправили в приют. Да, еще вот дома у них был обыск, и приехало целых пять полицейских машин. И вот итог, да, два года колонии и ребенок в приюте. И знаете, вот появилось письмо Маше, оно опубликовано в соцсетях. Я хочу фрагмент небольшой почитать. «Папа, привет! Я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо. Я очень люблю тебя. И знай, ты ни в чем не виноват. Я всегда за тебя. И все, что ты делаешь, это правильно». Знаете, вот как-то такая вот настолько чудовищная история, что в нее даже вот трудно поверить. Как вы полагаете, вот общество и это спокойно проглотит? Ну, конечно, оно уже проглотило. Тут нашим российским товарищам нужно как раз разобраться с дефинициями и определениями. Что такое фашизм, как это действует на массы. Что мы сейчас видим? Ну, получается, российское общество в данном случае немецких нацистов прошлого века переплюнуло. И тут нужно их поздравить с этим достижением. Это действительно круто. Теперь мы видим по этому примеру, что проходят наши дети, которых похитили российские солдаты на оккупированных территориях. Это ничем не отличается. И вы знаете, вот мы когда говорили, что там у них законно, что незаконно. Заметьте, за эту историю вписался только один человек или одна компания. В частности, ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожий, ну, таким там еще один товарищ, которые посмотрели на это и сказали, что вот тут уже точно перебор. То есть, что мы имеем в конечном итоге? Что в российских реалиях только люди с оружием. Ну, в данном случае вот эта военная организация имеет право голоса. Нам рассказывают время от времени там про российскую культуру. Помните эти все там рассказы, которые должны отменить там или еще там что-то, или не отменить? Достоевский, Лермонтов, Пушкин и другие. Вопрос. А где все эти культурные и другие товарищи, которые, ну, как-то, наверное, должны отреагировать? Мы, конечно, понимаем, что девочка законченная уголовница. Это сразу, видно, написала она против войны. За такое нужно наказывать. Вроде как. Но, наверное, это даже для России должно быть все-таки перебором. Но они и молчат. Молчат почему? Потому что, а, поддерживают, и еще раз этих людей не считают прокаженными. Поэтому я искренне желаю этим людям просто пережить этот момент. А в части того, что за папу этой девочки вступился товарищ Пригожин, а папу осудили на два года. Ну, тут, зная, как они шерстят российские зоны, возможно, Пригожин просто ищет новую живую силу для своих отрядов. И этим вызван интерес. Ну, тут я, конечно же, ернишу. И понятно, в данном случае речь идет о том, что политический вес какой-либо в России имеют единицы. Ну, вот Евгений Пригожин в том числе. А вот смотрите, еще как вот эта система стукачества, да, выстроена. Учительница побежала, сразу нажаловалась директору. Директор вызывает полицию. Полиция, которая там не едет. Где-то изнасилование, где-то убийство. Они не едут. Едут в школу, где ребенок рисует. Миру мир пишет. На обыск приезжают пять машин. И потом, я не знаю, как этот учитель потом приходит к детям и смотрит им в глаза и рассказывает, что в человеке все должно быть прекрасно. Ну, возможно, он рассказывает, что в русском человеке должно быть прекрасно и должен быть везде русский человек, а Россия нигде не заканчивается. Возможно, вот это преподают российские преподаватели. Тут давайте просто отметим, что в российских реалиях, сейчас на это уже как-то не обращают внимания, но по большому-то счету школа – это главное место, где начинают фальсификации. Сейчас этого просто выборов нет, никто этим не занимается. Но вообще в школах занимается фальсификацией выборов, когда кто-то на это еще обращал внимание. Поэтому тут говорить о каком-то высоком моральном образе российского преподавателя не приходится. Заметьте, российских вот этих вот так называемых преподавателей частенько отправляют на оккупированные территории рассказывать о том, что здесь Россия навсегда, ну, прям как в Керсоне и так далее. То есть российская школа – это один из таких кирпичиков, а может быть и больших булыжников в основе вот этого путинизма. Фундамент даже, наверное. Ну, да. Соглашусь. Несущественно, да. Я единственное, что вот так вот подумал, почему приехало пять полицейских машин. Тут как раз объяснение есть. Полицейские такой большой бандой отправились, потому что они не хотят, чтобы их отправили в Украину. И вот демонстрируют свою деятельность вот таким вот образом. Хотя сейчас вот весь российский так называемый оппозиционный интернет забит сравнениями, что там член Единой России переехал ребенка на машине, скрылся с места преступления, его задержали, он получил условный срок. И вот такого вот, такого вот очень похожего, ну, то есть, я даже, знаете, вот когда смотришь на ту ситуацию, тут можно россиянам кое-что объяснить. Вот они там частенько рассказывают о том, как тут солдаты НАТО после Майдана ходят с троем. Чернокожие в основном. Ну и, да, вместо русского у нас английский теперь. Кстати, это похоже на правду. Так вот, смысл в чем? Что Майдан, ну, 9 лет назад, он же произошел как раз из-за запроса общества на справедливость. Ну, мне кажется, если бы вот у нас что-то подобное было, то тут бы уже был бы взрыв. То есть, я не к тому, что сказать, что мы тут какие-то правильные или особенно у нас все идеально настроено. Нет, тут тоже своего и детизма хватает. Но вот есть вещи, которые как раз они демонстрируют всему. Миру, есть ли там общество или нет. Нет его. Его нет. Вот они ходят с квадратными глазами, делают вид, что ничего не происходит. И каждый думает, ну, классно, чтобы призвали не моего сына по мобилизации, а соседского. Потому что он вообще мне не нравится. 10 лет назад ходил с длинными волосами зеленого цвета. Сергей Вухи, да. Хотели поговорить еще об очередном фейке, который разгоняет российская пропаганда. Вот на своих каналах они демонстрируют видео, где якобы украинские военные останавливают автомобиль, где была женщина с ребенком. По непонятным причинам он начинает ее оскорблять, а затем стреляет по машине. Да, уже удалось установить по геолокации, что видео это снимали под Донецком, а звук наложен и смонтирован, да. Вот как-то они зачастили с такими вбросами. Видео с Кораном, помните, было, да, две недели назад. Сейчас вот это, да. С какой целью это делается и на кого рассчитано? И уже даже все эти их Z-каналы признали, что это вот грубо слепленный фейк. Это неважно в данном случае, фейк не фейк. То есть давайте-ка разберемся, откуда, где это, источник вот этого вот бреда. Если проанализировать российские фильмы до 2014 года, да и после 2014 года, когда была начата война против Украины, то у них используется частенько такой приемчик, когда позитивные герои говорят на русском языке. То есть с точки зрения российского кинематографа мы с вами вот позитивные герои, потому что мы неплохо по-русски говорим. А все негативные герои, они украиноязычные, они вот нарочито шокают, нарочито гекают. Ну, в общем, зовут Степана Андреевича Бандеру. Вот это точно такой же момент. Если учесть, что вот эта вот девушка на этом виде наложено, у нее имя восточное, если мы заметили. Ну, то есть получается, что украинские бандеровцы, то есть мы все занимаемся здесь только тем, что оскорбляем русскоязычных, а Путин, как известно, защищает в Мариуполе и не только русскоязычных путем бомбежек, то все это вот очень четко укладывается в ихнюю вот эту вот канву. Мне единственное, что интересно, сколько за это видео актеры получили. Обычно за такое они не скупятся. Но актеры получают мало, а вот те, кто стоят вот возле кассы, те должно быть нормально. Ну, то есть, смотрите, это классика. Русскоязычных бьют, русских обижают. Вот единственное, что хотелось этим товарищам сказать, что у нас в зоне таких вот, в зоне боевых действий, где массовое присутствие военной техники, у нас там запрещено использование видеорегистраторов. Ну, так просто, ну, для информации. И если на блокпостах или где-то еще останавливают автомобиль, то люди, которые несут службу на блокпостах, они как раз на это обучены, чтобы смотреть, чтобы этого не было. Ну, в общем, не зачет, пускай снимают еще. Мы, думаю, с удовольствием с вами обсудим. Ну, вот еще о распропаганде. Мы помним, как в 2014 году, да, на федеральных каналах раскручивали историю про распятого мальчика в трусиках. Ну, теперь же, судя по всему, новый герой, да, десятилетний Федор из Брянской области, якобы жертва диверсантов. Вот Путин награждает мальчика за отвагу. Как прокомментируете такое использование детей? Мне, знаете, на память приходит знаменитая фотография с Гитлером в его день рождения, перед самой уже смертью, когда он вышел из бункера. И, помните, так Гитлер-Юргент вот легко трепал по щеке. Вот это что-то напоминает, и мне кажется, это такой вот предвестник начала его конца Путина. Вот какие-то параллели вот с нацистской Германией, с бункером, с детьми можно провести, как вы считаете? Параллели очевидны. Единственное, что вот мне интересно, я смотрю на часы, и вот мне интересно, вот у нас сейчас 29 марта 2023 года. Действительно ли мы на пороге конца современного фюрера, или он еще какое-то время длительно или не очень поживет в бункере? Что касается с Федором, ну, смотрите, тут, как я вижу, еще непонятно, кто стрелял в этого Федора. Возможно, российские вот эти вот товарищи, которые приехали, это они это делали, увидели, что-то шевелится, ну, наверняка украинские диверсанты, ну, почему бы и нет. Во-первых, сама история, она же там менялась у них. У них то в приграничном районе, где ведутся боевые действия, в Брянской области, то школьный автобус ехал на уроки почему-то, хотя вроде как давно у них там уже дистанционное образование. Просто как у нас, я не знаю, кто кого деноцифицирует, тут большой вопрос. Но за все это истории с этим прекрасным мальчиком, дай бог ему здоровья, может быть, не нацистом вырастет, шансы у него, по крайней мере, есть такие, вынесли за скобки одно маленькое событие. Как же это так получилось, что иностранные военные, даже с российскими паспортами, но тем не менее, это все-таки подразделения украинской армии, шастают по территории России. Заходят, Федора напугали, еще там что-то и так далее. Мне кажется, вот сам суть вопроса о том, что война пришла на российскую территорию, вот путем вот этих вот манипуляций, они фокус общественного внимания смещают. А вот в части используют детей, ну так они же ради детей и убивают детей. Ради защиты русскоязычных убивают русскоязычных. И тут логику искать не надо. Тут надо фокусироваться на том, чтобы объяснять российским гражданам, независимо от их мнения по поводу Украины, что придя в Украину с оружием в руках, их здесь убьют. И все. Хотели с вами обсудить решение Международного Олимпийского комитета. Вот МОК рекомендовал Международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе. Вот к участию только, я процитирую, не допускаются атлеты, которые активно поддерживают войну, и которые имеют контракт с российской и белорусской армиями. Что же вот касается предстоящей Олимпиады в Париже, то это решение МОК пока поставил на паузу. Как вам вообще вот такое решение Олимпийского комитета? Мне симпатично. Я объясню. Вот у нас частенько в стране идет такая дискуссия, хорошие русские, есть ли они хорошие русские, нет ли их хороших русских. Я всегда был сторонником такого подхода, что когда мы говорим о людях, то нужно говорить о каждом персонально. И после российских преступлений действительно презумпция невиновности для россиян не действует. Работает наоборот. Есть презумпция виновности. И сейчас так сложились обстоятельства, опять же, привет всем россиянам из Бучи, что человек за границей, и не только за границей, с российским паспортом, он должен доказать, что он не нацист. И вот когда Международный Олимпийский Комитет предлагает такую опцию, то есть они говорят следующее, что в принципе, если вы не нацисты, то мы не против с вами соревноваться. Нацистских флагов, вот этих, которые являются флаг Российской Федерации, конечно быть не может. Но если вы не поддерживаете войну, то, пожалуйста, приезжайте на соревнования. Как это, мне единственное, непонятно, мне кажется, мог бы должен обнародовать какую-то клятву спортсмена. Например, Путин, как же мы его называем, вот это слово на букву Х, но не хлеб, или что-то еще подобного. Ну то есть, я к чему это веду, что должна быть зафиксирована эта позиция вслух, что человек, который не поддерживает нацистскую политику, должен об этом сказать. И должна быть какая-то форма. Не так, что вот вы знаете, я вчера уволился, вообще-то я из ЦСКА, но вчера я уволился, или отправился на Олимпиаду по велению своего сердца в качестве добровольца. Ну, в общем, как-то должно это быть структуризировано. Но глобально подход правильный. То есть, россиянам говорят, что к вам на самом-то деле никаких претензий со стороны мира нет, если вы не убиваете других людей и не поддерживаете убийство других людей в других странах. Ну вот я вижу это так. Наверное, публично говорите о своей позиции, о том, что вы против войны. То есть, ну, не поддерживаю, не поддерживаю. То есть, всего не застали за тем, что у него там погоны под военной формой, да, ЦСКА или или Динамовские, да, это один вопрос. А другой вопрос, что человек, наверное, должен определиться в своей позиции сам. И мог, наверное, должен тоже каким-то образом, вы правильно сказали, понимать позицию этого человека. Ну, действительно ли он за войну или против войны? Ну, есть же вот внешние критерии. То есть, если человек из военного клуба, а если Олимпийская сборная России, там половина капитана, майора... просвечивают погоны сквозь футболку, да? Но нет, они официально являются военнослужащими. Так, во многих странах у нас точно так же. То есть, ничего тут плохого нет. Есть специальные подразделения, которые специализируются на этом. Но раз мы выработали, уже объявили, что майором армии России, капитаном, старшим лейтенантом, ну, там разные звания есть, генералов нет, им животы мешают выступать, да. Что военным армии России выступление запрещено, то надо просто выработать вот этот вот критерий, как определить, как человек может легально, желательно просто, доказать, что он не является нацистом в рамках моего концепта презумпции виновности. Думаю, что три слова Путин тире, вот это вот слово, которое мы в эфире говорить не будем, этого достаточно. Ну, возможно, в Олимпийском комитете решат эту мысль расписать на три-четыре предложения, можно обзаться, ну, как угодно. Ну, и коротко хотели бы еще один вопрос задать. Дмитрий Песков на частном мероприятии заявил, что война затянется надолго, вот, и цитата была «Вы все ждете, я что-то скажу, станет намного тяжелее». Это очень и очень надолго, вот если так коротко, блиц, какой ваш прогноз? Для России надолго в любом случае, даже после того, когда российскую армию выбьют с территории Украины, а в этом нет у нас точно сомнений, и у россиян в последнее время тоже прослеживается массовое вот это явление, тревожность по поводу своих перспектив, то есть, как только их выгонят с территории Украины, произойдет эффект, называется, возвращение народных республик во родную гавань. То есть, они закроются на территории России, начнут практиковать все особенности русского мира, которые в Донецке. То есть, подвалы, пытки, не знаю, там различные... И для них, судя по всему, все только начнется после победы Украины. Спасибо большое, Роман, спасибо за этот очень интересный разговор, с вами всегда интересно беседовать, всегда ждем вас на Фридоме. Роман Сымбалюк, журналист, был в эфире Фридома. Спасибо большое. Спасибо.